Благодаря мужеству и отваге советских солдат и офицеров, трудовым подвигам народа и сложенным действием советских военачальников осени 1944 года, наша армия прогнала фашистов и вела освободительную войну уже на территории Европы, высвобождая оккупированные территории, продвигаясь к Берлину. Экскурсовод Ингурского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова Хаджимурат Плиев отмечает, что территория Советского Союза была очищена от нацистов к 7 ноября 1944 года, к очередной годовщине Октябрьской революции. Но при этом стоит отметить то, что и территории соседних государств, так же как и в Отечественной войне 1812 года были освобождены от влияния нацистов, в том числе в 1944 году это была Румыния, которая соседствовала с Союзной Республикой Молдавии. В 1945 году начался заграничный поход, в котором принимали участие многие наши земляки. В составе своих воинских подразделений и частей они приняли непосредственное участие в освобождении Польши, Чехословакии, Австрии, Румынии, Болгарии, Венгрии и других захваченных немцами территорий. В мае 1945 года был подписан акт о капитуляции, который ознаменовал конец Великой Отечественной войны. До очередной годовщины осталось совсем немного времени, и музей готовит серию выставок, посвященных Великой Отечественной войне и ее героям. Одна из первых, которая проходит в эти дни, посвящена освободителям Европы. Среди них представители разных родов войск. Есть и летчики, к примеру, Арчаков Хасултан, который летал на бомбардировщике. У него около 150 боевых вылетов на территории европейских государств. Очень много подбитых машин, техники, живой силы противников. Еще один герой заграничного похода – гвардии сержант 53-й гвардейской танковой бригады, защитник Сталинграда Гелани Мударович Мальсагов. Участвовал он в освобождении Варшавы, форсировании рек Одер, Висла, Днепр, захвате Берлина и Дрездена. Гелани Мальсагов был удостоен орденов Красной Звезды и Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны занимал разные должности. Был и механиком, и водителем, и наводчиком. Также хотелось бы отметить и кавалерию. Она у нас представлена в лице Катиева Хамида Биботовича. Он значим для нас, потому как является одним из двух ингушей, которые удостоились Чехословацкого военного креста за освобождение Чехословакии. Среди пехотинцев, освобождавших европейские города, был и Балкоев Умар Сельмурзиевич. По сложному списке бойца, участие в освобождении Украины, Варшавы, форсировании Днепра, захват Берлина. В музее есть не только документы Умара Балкоева, но и его личная вещь. Среди экспонатов, относящихся к личным вещам участников Великой Отечественной войны, в том числе и освободителей Европы, есть ремень, принадлежавший Балкоеву Умару Сельмурзиевичу, удостойного трех медалей за отвагу. Выставка, посвященная воинам-освободителям Европы в годы Великой Отечественной войны, действует два дня. Увидеть экспозицию и узнать побольше о наших земляках, участвовавших в заграничном походе, можно либо посетив музей лично, либо посмотрев ее в онлайн-режиме на сайте музея. Цель данной выставки не только напомнить жителям нашей республики о том, что наши земляки принимали активное участие в Великой Отечественной войне, также напомнить, какой ценой далась победа в этой войне. В наши дни, когда на территории европейских государств, освобожденных от нацистского влияния, сносят памятники советским воинам-освободителям, мы считаем это не только актом забвения подвига, но и осквернения памяти. С момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже 77 лет. На данный момент ветеранов можно посчитать по пальцам одной руки. Многие из них уже не расскажут об ужасах, которые пережили, как преодолевали страх, как сражались на пределе возможностей, испытывали боль, холод и как радовались победе. Но мы должны знать их истории жизни, подвиги, ведь это единственное, что мы можем сделать ради тех, кто боролся за свободу и мир во всем мире. Субтитры создавал DimaTorzok